Всем привет! Сегодня прям многое интересное. Беззеркальная камера от Canon, электромобиль от компании Mercedes-Benz и приложение для покупок от Instagram. Бум! Поехали! Вы знаете, никого не хочу обидеть, но в последнее время такое ощущение, что все стали или блогерами, или фотографами. И если вы из тех, кто действительно думает, что профессиональная камера сделает из вас Энни Лейбовиц, тогда вставайте в очередь, потому что Canon выпустила первую беззеркальную полнокадровую камеру. Камера iOS R от Canon с 30 мегапикселями выйдет в продажу уже в конце октября этого года. Кстати, цена ожидается около 2000 долларов. Беззеркальные камеры Canon будут использовать новые крепления для объективов Canon RX. Спокойно, старые объективы тоже сможете использовать, но только через адаптер. Кстати говоря, знаете, насколько упали поставки фотоаппаратов? Аж на целых 80%. И знаете, из-за кого? А точнее, из-за чего? Конечно же, из-за суперкамер смартфонов. Как вы думаете, сколько компаний вкладывают в разработку электромобилей? Вот, например, Mercedes-Benz вложил 12 миллиардов долларов. И вам не послышалось. Это, кстати, первый серийный электрокроссовер EQC, который планирует стать конкурентом Tesla. Электромобиль работает на литий-ионной батарее емкостью 80 киловатт-часов. Одного заряда хватит даже на целых 400 километров. EQC оснащен двумя электродвигателями мощностью 300 киловатт или 408 лошадиных сил. Со способностью разгоняться до 100 километров в час за 5,1 секунда. Автоконцерн Daimler AG, в который входит Mercedes-Benz, запланировал начало серийного производства EQC на первую половину 2019 года. Логичное развитие Инстаграма, как вы думаете, какое? Правильно. Приложение для покупок. Конечно, пока информация не подтверждена официальным источником, но я думаю, что это абсолютно последовательно. С помощью приложения покупатели могут подписываться на продавцов, смотреть товары и совершать покупки внутри приложения. На данный момент Инстаграмом пользуются аж целых 25 миллионов компаний, 2 миллиона из которых покупают рекламу. И как утверждают источники, это им поможет развиваться в электронной коммерции и увеличить доходы. Кстати, вы знали, что в мае этого года Инстаграм добавил функцию встроенных платежей. С ее помощью вы можете привязать карточку, оплачивать услуги или товары, не покидая любимого Инстаграма. Вот такие вот классные и полезные новости на сегодня. Я желаю вам хороших выходных. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok